Червонозаводской районный суд. На скамье подсудимых директор автотранспортного предприятия «Карусель» Павел Собчук. Директор обвиняется сразу по нескольким статьям. Его подозревают в препятствии незаконной профессиональной деятельности журналистов и хулиганстве, которая сопровождалась нанесением телесных повреждений 19 февраля минувшего года. В этот день под стенами Академии внутренних войск проходил митинг. Несколько сотен активистов Евромайдана блокировали ворота учреждения, пытаясь таким образом не допустить выезд курсантов в Киев. А после силовики с применением дубинок зачистили площадку. Еще через какой-то промежуток времени под стены Академии прибежали неизвестные в масках избитыми. За несколько часов до этого всех этих гопников на маршрутках городских перевозчиков свезли на соседнюю улицу. Поддержать своего коллегу и друга пришел генеральный директор автотранспортной фирмы НЕМО. Говорит, Собчука незаконно обвинили. И он ни в чем не виноват. Ведь перевозчики – простые исполнители. Мы лиц не видим, когда у нас просят автобус. Нам говорят, дайте на точку А или на точку Б, взять надо туда людей и везти на точку Б. Мы лиц не видим. Понимаете? Ну, заказывают разные органы, власти. Это все бывает. Так что мы всегда связаны, потому что у нас работа, мы всегда самые маленькие исполнители. Понимаете? Сам обвиняемый тоже не согласен с предъявленным ему обвинением. Была просьба с департамента транспорта выделения автобуса. И все. Дальше я выделил автобус. И дальнейшие действия, как с практикой сложено по практике, выделили автобус. Дальше департамент или, допустим, райотдел какой-то, если мы райотдел выделяем, он направился к сотрудникам. В том случае я после этого узнал, но я думал, что это будут работники милиции. Мало того, следствием установлено, что с автобуса вышли люди спортивного телосложения и подошли к Академии внутренних войск, и их сотрудники милиции пропустили. Поэтому, может быть, и сотрудники милиции это были. То есть, курсовет, да? Департамент, да. Заседание по просьбе защиты перенесли на 10 июня. Если подозреваемого признают виновным, ему грозит до 7 лет лишения свободы. Инна Степанишина, Александр Романовский, Агентство телевидения Новости.